Ребят, привет, добро пожаловать на канал, меня зовут Кевин Свенсон, и я уверен, что вы уже слышали о том, как ФРС срезала ключевую ставку на 50 базисных пунктов. И Джером Пауэлл об этом кое-что рассказал, так что я хочу включить кусочек из этого видео продолжительностью немногим больше одной минуты. Итак, ключевые моменты из речи Джерома Пауэлла, которые мы сейчас вместе включим и послушаем. Сегодня Федеральный комитет по открытым рынкам решил сократить ограничительные действия политики сокращением ключевой процентной ставки на 0,5% пунктов. Это решение отражает нашу растущую уверенность, что с правильным перенаправлением положения нашей политики мы сможем удержать положение рынка труда в контексте умеренного роста и уверенного сокращения инфляции к 2%. Если экономика будет развиваться, как ожидается, то медиальное значение уровня ставки по федеральным фондам составит 4,4% к концу этого года и 3,4% к концу 2025-го. Являются ли сегодняшние действия наверстыванием упущенного, учитывая недавний существенный пересмотр данных по занятости? Я бы сказал так. Мы не считаем, что мы отстаем. Мы считаем, что действия своевременные. Но также я думаю, что вы это можете считать нашей приверженностью не отставать. Мы были очень терпеливыми в отношении сокращения процентной ставки. Мы ждали, а другие центробанки по всему миру сокращали ставки много раз. Мы ждали. Я считаю, что это ожидание окупилось сполна. И эта уверенность проявляется в том, что инфляция уверенно движется к 2%. Поэтому я считаю, что это позволило нам принять такое серьезное решение. Я не считаю, что любой, посмотрев на это, должен сказать «О, это новый темп». Мы двигаемся с таким темпом, который считаем правильным, учитывая динамику экономики в ее лучшем виде. Экономика может двигаться, вынуждая нас двигаться медленнее или быстрее. И в текущей ситуации Феррес действительно имела выдержку. Мы не ринулись вниз, но и не думаем останавливаться. Из-за всей этой ситуации мы это знаем. И то, что может произойти две вещи, двигаясь рука об руку, с точки зрения нормализации ситуации. Поэтому в настоящий момент вы можете наблюдать и сокращение баланса, и сокращение ставок. Как дела, ребята? Добро пожаловать на канал. И надеюсь, вы получили удовольствие от движения цены, случившееся сегодня. Ведь каждый раз при подобных собраниях Феррес и таких заявлениях образуются самые безумные движения цены. Прямиком вверх и вниз. S&P 500 прямиком наверх, затем обратно вниз. И люди задаются вопросом, почему мы в этот момент движемся напрямую в ту зимун? Ведь если посмотреть социальные медиа, буквально каждый говорит, боже мой, минус 50 базисных пунктов. Все, летим к луне. Вот буквально это мы видим с вами повсеместно. Но сокращение в 50 базисных пунктов, возможно, является признаком того, что Феррес отстает. Да, Джером Пауэлл сказал ясно, что он не считает, что они отстают. И они ждали, чтобы сделать это сокращение. Остальные центробанки мира уже сокращали ставку, а Феррес с комфортом ждали. В общем, так что он пытался показать, что все это было в строгом соответствии с планом, что, может быть, так и было. Но вы должны задаться вопросом, зачем нужно было ждать, чтобы сделать сокращение в 50 базисных пунктов, когда можно было начать, например, с 25, потом еще с 25. То есть предсказуемое и постепенное сокращение ставки. И это остается большим вопросом. Поэтому некоторые начинают спекуляться о том, что Феррес отстает. И на экране вы видите цену биткоина, представленную свечами. S&P, представленная темными свечами. А оранжевая линия — это ставка ФРС. Красная линия — это инфляция год к году, и она сокращается. А фиолетовая линия — это баланс Федеральной резервной системы. Из клипа вы слышали, как Джером Пауэлл говорил о сокращении списаний с баланса. Но в любом случае экономика настолько же сложна, как и квантовая физика. В ней все очень и очень сложно понять, а также предсказать. И многие полагают, что резкое поднятие ставок плохо, а сокращение ставки хорошо. Люди стараются все упрощать по той причине, что это как бы сложно взять и залезть в дебри. Но то, что мы с вами видели в 2017, когда биткоин взлетел с 200 до 20 тысяч, оранжевая линия, то есть процентная ставка, постоянно росла в течение всего самого большого в истории бычьего забега битка. Ставка росла, так что рост ставки во время этого периода ни для S&P, ни для биткоина плохо не было. Но почему так? Что ж, некоторые эксперты полагают, что из-за того, что ФРС была очень предсказуема в процессе поднятия ставки, они говорили, что собираются сделать, и они делали то, что обещали сделать. Они в точности делали скачки в ставке, которые ожидали. Снова и снова. И люди такие, окей, я с этим нормально. Все предсказуемо, я могу продолжать спекуляции на рынке и делать так, как делал всегда. При этом инфляция начала стагнировать и пошла как бы в боковике, а баланс ФРС также не двигался. Сходил технологический бум, много компаний в это время открылось. Мы продолжали восстанавливаться после 2008, все еще, и это 2015, мы все еще продолжали восстанавливаться. И все было пучком. В противоположность текущему периоду времени, когда все происходило здесь и сейчас. Мы печатали наличные деньги с большей скоростью, чем любой смог себе только представить. После ковида денежная масса удвоилась, инфляция вышла из-под контроля, и ФРС пришлось поднимать ставку очень быстрым и непредсказуемым темпом. Ставка росла с самой большой скоростью за всю историю США в 2022 и 2023. Это было очень непредсказуемо, а рынкам это не нравится. СНП упал, биткоин упал, у ФРС также сокращался их баланс, и то, что вы можете заметить, когда инфляция достигла своего пика, довольно точно в это же время и образовалось дно рынка. Умные деньги заметили, что инфляция как бы образовала новогоднюю елку, и они поняли, что, вероятно, в будущем нас ожидает пауза в относительно далеком будущем, и они опередили эту паузу. После которой образовалось в рынке довольно значительное движение вбок, инфляция начала сокращаться, достигнув точки, похожей на стабилизацию, и на основании этой стабилизации рынки взяли и начали расти. Да, процентная ставка росла, да, а баланс ФРС сокращался. Но в этот момент инфляция немного стабилизировалась, а цены на недвижимость в эти годы взлетели к небесам. При этом с печатающего станка деньги продолжают наполнять рынки, образуя долгосрочный остаточный эффект по рынкам. А вот теперь мы оказались в точке, где, скорее всего, будут происходить большие изменения в том, что происходит. И пока баланс ФРС будет продолжать сокращаться и сжиматься, рынкам какое-то время будет довольно сложно взять и взлететь тузимун. Но как только инфляция достигнет целевых показателей, а ставка начнет сокращаться, а баланс ФРС какое-то время замедлится и даже, может быть, начнет расти, вот тогда обычкой начнется. Но пока... Я думаю, что биткоин все еще готов показать АТАЖ в ожидающем нас четвертом квартале. Я думаю, что вероятно, что в четвертом квартале мы увидим АТАЖ. Может быть, небольшой расколбасу этого уровня, немного более высокого. Затем, переходя в Новый год, мы, вероятно, и начнем наблюдать изменения во всех этих движущихся частях. Но повторюсь, сокращение в 50 базисных пунктов все-таки выглядит сигналом противоречивым. Он не выглядит просто бычьим. Он может значить, что ФРС следует торопиться, потому что они могут слегка отставать. Так что мы еще увидим, как все это отыграет. Процентная ставка, скорее всего, сократится до 4,4% к концу этого года и до 3,5% к концу 2025 года. Джером Пауэлл также сказал, что все может поменяться, если поменяется экономика. В общем, дорогие зрители, это как бы выжимка и подведение итогов того, что происходило в последний день. Но, говоря о графике биткоина, мы с вами сидим на потенциальном пробитии недельного RSI. И каждый раз, когда это происходило в прошлом, все кругом быковало. Ну, то есть полгода роста. Полгода роста. Если этот пробой образуется, то это будет значить, что полгода пампа, переходящего в Новый год, при этом не значащего прямого роста. Мы можем расти рывками на этом уровне. Но после, в 2025-м, мы можем увидеть гораздо большие бычки. Если посмотреть в прошлое, это 2014-й. Это даунтренд RSI, и как только мы его преодолели, вот здесь, то вы видите, что мы начали разворот рынка. 2018-й. Как только мы пробили этот даунтренд RSI, вот здесь, то мы с вами начали наблюдать крупнейший забег вверх. Вот здесь, ковид. Снова мы пробили даунтренд RSI. Вот здесь, это было во время халвинга. Прямо сразу мы побежали вверх. Аналогично было и в конце 2022-го. Пробитие тренда RSI, забег вверх. И октябрь 2023-го. Пробитие RSI даунтренда, забег вверх. И сейчас мы всего лишь в нескольких неделях. Может быть быстрее, может быть позже, но мы очень близко от того, чтобы увидеть новый забег вверх. И это, вероятно, нас приведет к новому историческому максимуму. Несмотря на возможные расколбасы по этому пути, может быть. Но в конечном итоге я уверен, что мы продолжим этот забег нормального цикла. На самом деле, мы идем по графику. Биткоин никогда не преодолевал предыдущий исторический максимум так рано после халвинга. Так что мы идем прямо по расписанию с точки зрения циклов халвинга. Но возвращаясь к новым целям, к тех, что ждут нас сверху. Мы можем поговорить о них в следующем видео. А тем временем, я предлагаю вам набраться терпения, не забыть обязательно подписаться на канал Крипто Комманс и поставить под видео лайк, отблагодарив нас за работу. Написать в комментариях, что вы думаете относительно начавшегося оживления рынка. И, конечно же, подписаться на канал наших друзей Бла-Бла Крипто, которые делают для вас эти переводы, а также ежедневно выпускают на своем канале видео с аналитикой по рынку и обзором происходящих событий в криптоэкосистеме. Все это, а также массу других полезных ссылок вы найдете в описании под видео. Надеюсь, вам зашло, и до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok